Они одеты модно, очень по тем временам. Это люди, которые ходили по Щепковскому переулку. Они просто ходили каждое утро туда сюда. А это рок-то-поп-как. Я хочу пригласить в эту студию человека, без которого МТВ в России бы не состоялось точно. Борис Зосимов. У-у-у-у! Борис Глорич. Отец МТВ России. Борис Глорич, как здесь? Безумно приятно вас видеть. Борис Глорич, у вас как будто два сфинкса. Мы попробуем замереть. Слушайте, мы до сих пор испытываем какое-то, мне кажется, благоговение и такой легкий испуг при виде Бориса Глорича. Немного повышения зарплаты хочется попросить. Не хочется попросить повышения зарплаты, да, потому что это действительно был подвиг собраться. Я помню, как мы с Антоном месяц надо сходить и говорить, что мы рано встаем, что нам надо повысить зарплату. У нас рейтинги ведь. Давай, ты говори первое. Нет, давай, ты девочка, он тебя послушает. В результате все-таки этот поход состоялся. И удивительно, что вы понимали наши проблемы. И все-таки нам чуть-чуть подняли зарплату. Повысили тогда зарплату? Конечно. Ребята, во-первых, отодела. Я вот послушал вас всех и понял, что вот мне единственное, кому в жизни не повезло. У меня высокий и стройный мужчина вообще никогда автограф не играл. Зачем они вам? Грустно. А вот вы обсуждали, как вы попали в бодрое утро, это было все очень просто. Значит, была у меня сумасшедшая. Я же говорил тебе. Да. Потому что моя самая любимая, за что меня критиковали все вокруг, вот это не спать. Я от этого кайфовал как сумасшедшие. И когда говорили, надо тише, я говорю, Оля, громче. Так заканчивалась новая атлетика. Да, и однажды я зашел, а мне нужна была какая-то программа, у нас был метровый канал, помните тогда, какую-нибудь рейтинговую программу. И однажды я зашел, вот откуда, у нас была студия, а вот там, где сидят режиссеры, вот эти все. Ну, редакторская, да. А в тексте студии меня не видят. И я зашел, и вдруг я вижу, как этот парень, кто-то, просто отстебывает конкретно инженеров. И они что-то ему отвечают, он реагирует настолько интеллигентно, ну так, что я рядом упал на пол. И у меня как-то вот этот образ сразу... У меня сразу спроса, потому что вот такая одна, и вот такой якобы интеллигент... Ты извини, ты я. А Борис Курич взлет в кури. Мне показалось, что это будет бомбой. И в этот же день я попросил найти мне ребят, и спросил, а вы в 5 утра будете вставать? Они тогда поглубьше сказали, конечно. Потому что зарплата у них была не 200 долларов, а я им сказал, по 300 будете получать. Или почти не помню. Вот ничего себе буржуи. И я вот наблюдал, я записывал, я как-то в 5 утра, в 7 утра вставать не мог. И я абсолютно каждый день записывал, вернее, мне записывали. Я приходил, смотрел, смотрел, и понял, что это мама дорогая. Мы тогда делали первый канал, РТР. Утром мы делали все каналы. Хотя тогда рейтинг еще не был таким святым словом, как сейчас. И мне сейчас, например, было по барабану несколько. Я видел, что происходит чудо ежеутрянное. Я понимал, что да, я буду поднимать им зарплату, но они не приходят. Я думаю, что это замечательно. Они все спорили, кто первый начнет говорить. А вообще, мне кажется, что у нас на МКИ все получилось. Без меня бы там не было, без вас бы ничего не было, ребят. Я мог бы кучу идей, мог кучу денег находить, мог спонсоров, шмонсоров, идей, что угодно. Но без вас команда собралась уникальная. Такой я больше никогда не видел ни на одном канале. Баловни судьбы. Да, это совершенно верно, друзья. Но наша команда постоянно пополнялась интересными людьми. Кто-то откалывался, кто-то не мог существовать в нашем коллективе. Кто-то прикалывался. А кто-то становился легендой, как наш редактор, редактор «Бодрого утра» и многих других программ и важных событий МТВ. Денис Хорешко. Да, может, мы тоже двигаться уже начнем. Да, этот человек сидел в наших ушах на «Бодром утре». Тот самый Дэн из уха. Да, Дэн из уха. И когда к нам подходят действительно люди и вспоминают «Бодрое утро», просто наши зрители говорят, а у вас еще был в ухе сидел, еще Дэн, Дэн сидел в ухе. То есть люди за кадром тоже становились известными. Дэн. Да. Привет. Привет. Когда Дэн пришел, привет. Мы немножко так восприняли в штыки. Ну, потому что «Новые люди» запускалось «Бодрое утро». Да, и нам сказали, он будет работать в «Бодром утре». Мы так, в «Бодром утре». Этот. Этот. Сейчас проверим. Посмотрим. Да. А потом как понеслось, и теперь без Дэна мы просто как-то... Дэн потом работал, по-моему, со всеми ведущими МТВ. Дэн, расскажи, кто самый любимый твой ведущий. Бокатер. Посмотри, ему глаза и говори, да. Конечно, для меня вы всегда будете самыми любимыми. Спасибо. Это был Дэн Хорешко. Для меня было вообще великим, великим счастьем. Для меня МТВ стал... Он изменил всю мою жизнь. То есть я до МТВ много лет работал на взрослом, на серьезном канале. Там всегда были взрослые дети и тети. Там всегда говорили, что делать и все. И тут у меня мой друг Дима Великанов, он говорит, все, мы идем работать на МТВ. Я не появился машином. То есть МТВ уже полгода работал. Я думал, не может быть, к богам, туда. Все, значит, я прихожу в офис, и первый ковриджу Александр Анатольевич в оранжевых кроссовках. Вот они! Это они же! Ну, да, да. Я думаю, я в раю, я хочу остаться здесь на всех. И Дима Великанов говорит, мы будем делать «Бодрое утро», очень ответственно. А я уже был такой, ну, заточенный телевизионщик. Я говорю, так, что делать? Он говорит, все, что хочешь. У вас-то еще был профессионал-хорешка. А мы-то начинали еще в те времена, когда никаких телевизионных профессионалов вокруг еще до МТВ-бестии вообще не было. Это профессионал-понарушка. Легенда гласит, Борис Гуриевич, что в какой-то момент вы пришли в офис, увидели в приемной толпу молодежи, которая у вас тогда после того, как вы привезли металлику, вечно тасовалась, в основном хайра, так, так, ты, 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 и ты завтра у меня телевидение будете делать. И вот так случайно, что один из этих «ты» оказался наш с Оликой общий друг, он нас подтащил. Потом нам дали чемодан ВХСных кассет, сказал, вот вам крипы, учитесь делать телевидение, научитесь, я вам МТВ куплю. Вот мы и учились пять лет. Никто еще раз научил. Учились, купили, то купили, да. Спасибо, услужили. Все же, я думаю, мы помним, с чего началось вещание МТВ в России. Мы имеем в виду с 25 на 26 ноль часов, совершенно верно. Когда логотип без ТВ поменялся в логотип МТВ. Первый клип с логотипом, да. Владимир Астал, две тысячи! Уходим, 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 наступят времена, войтища. Бьется, родная, ты в стаде пылая, Владимир Астал, две тысячи. На самом деле, спасибо большое Борису Гуричу и этим трем буквам за наше счастливое детство. Спасибо большое. Я думаю, что следующее покорение МТВ не имеет права этот бренд хранять, потому что есть какая-то магия в этих трех буквах. Да, друзья, магические три буквы, и, наверное, мы попрощаемся уже с нашими зрителями. Можно мне слово одно, чтобы закончить это на радостной ноте. А я вот счастлив, вот сейчас с годами понимаю одну вещь, что вот это мой энтузиазм-одиночка фактически в начале дал жизнь, профессию и удовольствие такому количеству людей, и людей замечательных, вот я на вас даже смотрю, вы часть этого. И вот это моя основная вот гордость сердечная. И я счастлив, что вот эту миссию небольшую мне удалось выполнить, ребят. Спасибо большое. Друзья, наверняка каждый из вас помнит свое фирменное прощание, ведь у каждого были вот эти вот фразочки, с которыми мы прощались с нашим зрителем. По-моему, у меня человек было точно. Давайте вспомним и попрощаемся с нашим зрителем сегодня именно так. Я у Анатолича воровал. Ну-ка. Ну что, ну Анатолич сам скажет. Я скажу как же. Счастливых танцев, да? Да, было такое. Счастливых танцев. Не, ну как, пока. А-а-а, пока, да. Я каждый раз новое придумывала. Не, у меня ничего, не, не, каждый раз что-то было другое, я не помню. Смотри, какая креативная. А я всегда говорю, а я с вами прощаюсь, до встречи, пока. Вот. А у меня в каждой программе было действительно свое фирменное прощание. В танцполе я прощалась с счастливых танцев. В «Будром утре» с вами было хорошо. Ну а в «Новой атлетике» не спать! Здравствуйте. Субтитры подогнал «Симон»!